Приветствую вас, леди. Сегодня я хотела бы вам порекомендовать в честь праздника топ-аниме, где можно шиперить, господин Сокоп, а можно даже не шиперить, и они всё равно будут вместе. Итак, приступим. На пятом месте расположилось аниме Тёмный Дворецкий и пэринг Алоис Ханна, или Ханна Алоис, но он же в конце... Короче, вот. Я знаю, что выглядит это как девальские любовники из-за садизма Алоиса, но, господи, я не могу об этом не думать после этого. Вот этого. Да-да. Я же не одна такая, ведь так? Четвёртое место. Аниме из Италии и пара Австрия-Венгрия. Тут паре повезло больше, потому что они поженились, правда, потом им пришлось развестись, но между ними всё ещё осталась какая-то химия, но ради этой химии надо читать уже мангу. Итак. Итак, третье место. Председатель Госпожа Горничная. Усуи Миса. И, знаете, в принципе, пара-то неплохая, но, господи, как же меня бесила эта ревность Усуи. Она бесила меня очень сильно. Но, в принципе, вёл он себя достаточно забавно. Хотя, при этом, когда моя мама сказала, как он выжил после прыга с крыши ради Мисы, я ей смогла сказать только одно. Это аниме-комедия. Ну, а, в принципе, аниме хорошее, Усуи тоже неплохо. А теперь минутка молчания. Второе место. Аниме-всадник без головы. Ну, или Дюрара. Хотя это всадник без головы. И пара-Изая-Намия. И, знаете, в принципе, трудно назвать Намия-служанкой, так же, как и наш... Так же, как и в нашей следующей паре, но всё-таки. А ещё меня бесит Изая. Хотя, при этом анализируя свою пособку, я понимаю, что иду с себя так же, но, господи, он меня бесит. Понимаю, граф Эфери. И пара-Эдгар-Лидия. Реально прикольная пара, поэтому ёщицы, которые заявляют, что Эдгар с Кельпи, Эдгар с Рэйвоном, или которые заявляют, мол, Кельпи лучше Эдгара. Нет! Эдгар-Лидия. Хотя Эдгар-Амин тоже вещь неплохая, но мне больше нравится Эдгар-Лидия. Просто нравится. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пожалуйста, пишите комментарии. Я не одиноко. Благодарю вас за внимание ещё раз. Пока! Продолжение следует...